Всем привет! Меня зовут Александр Кулик и это автомобильные новости на седьмом канале. Наша программа о самых разнообразных автомобилях. Эксклюзивных и массовых. Дорогих и не очень. Только сошедших с конвейера новинках и уже давно не выпускаемых моделях, случайно обнаруженных в заброшенных гаражах. И конечно же о автоновости на седьмом канале это особый взгляд из Одессы на все что происходит в мире автомобилей. Сегодня расскажем о цифровых автономерах, уникальных электробусах, заряженных мерседесах и старых запорожцах, в которых вдохнули новую жизнь. Кстати, как давно вы видели на улицах города Запорожец? Сегодня это чудо отечественного автопрома почти не встретишь на дорогах. А когда-то это был массовый народный автомобиль. Как может выглядеть первоклассный тюнинг горбатого запорожца и как ЗАЗ мог бы составить конкуренцию вездесущим газелям, если бы 23 года назад получилось наладить серийный выпуск? Смотрите в сюжете. Тюнинг горбатого запорожца достаточно популярен. Правда не все превращают украинскую легенду в очень красивый автомобиль. Часто это колхозная доработка. Поэтому на фоне множества ЗАЗ-965 этот экземпляр выглядит без преувеличения восхитительно. Как можно увидеть на фото, владелец превратил свой горбатый запорожец в стильный компакт для путешествий. На крыше машины установлен багажник с раритетными чемоданами, а к фаркопу прикреплен стилизованный под сам автомобиль прицеп с грилем для барбекю. Помимо этого ЗАЗ обладает ярким окрасом, а также хромированными деталями и белыми окантовками колес, как у оригинального запорожца 60-х годов прошлого столетия. В начале 90-х запорожский автозавод построил экспериментальный грузовик ЗАЗ-2301 СНАГО. Один из прототипов сохранился до наших дней и бережно хранится в музее. ЗАЗ-2301 СНАГО – уникальная разработка запорожского автозавода, представляющая бортовую машину грузоподъемностью 1000 кг. В 1995 году машина прошла все испытания и после этого ездила по различным выставкам, но так и не пошла в серию. Сохранились фотографии трех прототипов, которые, как считалось ранее, были порезаны. Но один из экспериментальных образцов все-таки сохранился. ЗАЗ-2301 СНАГО появился в музее транспорта в Братиславе, Словакия. Правда, машина выставлена под другим названием. Ну а ТАЗ-1500 VA. Оказывается, ЗАЗ-2301 СНАГО создавалась в тесной кооперации с Тарнавским автомобильным заводом, Чехословакия. Как гласит табличка на лобовом стекле музейного экспоната, эту машину разрабатывали с 1989 по 1993 год. На данном опытном экземпляре стоит механическая часть и бортовая платформа от известного развозного автомобиля Шкода 1203, который с 1993 года выпускался Тарнавским автомобильным заводом под индексом ТАЗ-1500. Что же касается кабины, то это полностью новая разработка конструкторов запорожского автозавода специально для перспективного грузовика ЗАЗ-2301 СНАГО. На запорожских грузовиках планировалось использование двигателей семейства УЗАМ-412 объемом от 1500 до 1700 кубических сантиметров. Посмотрите вокруг. Быть может в вашем дворе доживает свой век старенький выпускник запорожского автозавода. Ему можно и нужно найти применение. Если он не на ходу, то в нем можно устроить клумбу или же сконструировать прадедушку всех трансформеров, как это сделал в прошлом году одесский скульптор Александр Милов. На создание Укработа ушло два автомобиля Запорожец, а сейчас идет работа над созданием бабушки, то есть жены Укработа. Для этого необходим ЗАЗ-965, он же горбатый. Если у вас вдруг завалялся такой Запорожец, найдите Александра Милова в соцсетях и сообщите ему об этом. От легенды отечественного автопрома перейдем к легенде немецкого. 6 марта на Женевском автосалоне Mercedes представит миру заряженный AMG G63. Он способен разгоняться до сотни всего за 4,5 секунды. Его максимальная скорость 240 км в час, а расход топлива всего 13,2 литра на 100 километров. И это при объеме двигателя в 4 литра. Единственный недостаток новинки заключается в том, что пока неизвестно, сколько это чудо инженерной мысли стоит. Хотя, может это и к лучшему. Зачем себя расстраивать? Давайте просто узнаем о нем подробнее. Заряженный Mercedes AMG G63 дебютирует на автосалоне в Женеве 6 марта. А уже 18 марта компания планирует начать серийное производство внедорожника. На рынке новинка с 4-литровой битурбированной восьмеркой появится в июне текущего года. Заряженный внедорожник получил новую радиаторную решетку, как у легковых AMG моделей. Бампер с большими воздухозаборниками, выглядывающие из-под порогов патрубки выпускной системы, декоративные элементы из матового иридиевого серебра и колесные диски размерности 21 или 22 дюйма. Внедорожник оснастили LED-оптикой. В качестве опции предлагаются светодиодные фары Multi-Beam с 84 индивидуально контролируемыми светодиодными модулями каждая. Место 5,5-литрового мотора V8 заняла модернизированная 4-литровая битурбированная восьмерка с системой отключения половины цилиндров при частичных нагрузках. Отдача нового двигателя 585 лошадиных сил. Время разгона с места до сотни составляет 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км в час или 240 км в час с пакетом AMG Driver. Комбинированный расход топлива 13,2 литра на сотню. Новая у G63 и коробка передач. Вместо старой семиступенчатой установлен новый девятиступенчатый автомат с собственными AMG-настройками и возможностью выбора ступеней под рулевыми лепестками. Заряженный внедорожник получил переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, а также нарезной мост с четырьмя продольными рычагами с каждой стороны и тягой Panara, как у представленной ранее обычной версии G-класс. В арсенале внедорожника адаптивная подвеска и система полного привода с увеличенным передаточным числом пониженной передачи и новыми оффроудными режимами работы управляющей электроники. На старте продаж новый Mercedes-AMG G63 также будет доступен в специальной версии Edition One, отличающейся особыми цветами кузова и декоративных элементов. Спортивными полосами по бокам, декоративной красной отделкой на корпусах боковых зеркал и матово-черными 22-дюймовыми коваными колесными дисками с красными ободными фланцами. Красные акценты присутствуют и в интерьере, на дверных панелях, центральной консоли, приборной панели и задних сидениях. Передние спортивные сидения отделаны красной и черной кожей NAPA. Красная строчка присутствует и на рулевом колесе. Цены на новинку будут объявлены позже. Бензин постоянно растет в цене? Обслуживать машину с каждым днем все дороже и дороже? Выход есть! Пересаживайтесь на общественный электротранспорт, например, на новый французский электробус, который сейчас тестируют в Сингапуре. И экологично, и для семейного бюджета не так накладно. Кстати, новинка умеет заряжаться быстрее любого мобильного телефона. Всего за 20 секунд. Как это происходит, смотрите далее. Французская компания Blue Solutions разработала электрический автобус Flash Shuttle, который заряжается от станции быстрой зарядки за 20 секунд. 22-местный Shuttle тестируют на улицах Сингапура. Такой скорости зарядки авторам проекта удалось достичь за счет использования электрохимических конденсаторов. В отличие от традиционных аккумуляторных батарей, они способны быстро накапливать и отдавать энергию. Накопленной блоком энергии хватает на 2 километра пути. Как утверждают в компании, заряд батареи будет пополняться на остановках, пока пассажиры заходят и выходят из салона. На крыше электрического автобуса установлены контакты, которыми он подключается к специальной телескопической штанге, установленной на крыше каждой остановки по маршруту следования транспорта. Есть у Flash Shuttle и резервная аккумуляторная батарея, заряда которой хватает на 30 километров пути. Ее можно использовать на участках протяженностью более 2 километров. Flash Shuttle существует в двух версиях – 6-метровой, рассчитанной на перевозку 22 человек, и 12-метровой, вместимостью 90 человек. По предварительным подсчетам разработчиков, затраты на эксплуатацию Flash Shuttle в 5-10 раз ниже, чем трамваев. К тому же им не нужны рельсы и контактная сеть. В конце 2017 года электроавтобус прошел испытания на Елисейских полях. Сейчас он курсирует в одном из районов Сингапура, а с середины текущего года он будет перевозить студентов между кампусами Наньянского технологического университета. Тестирование Flash Shuttle в дорожных условиях продлится два года. В рамках проекта запланирована установка специальных остановок, оборудованных зарядными станциями, а также запуск каршерингового сервиса, который будет предоставлять автобусы студентам университета для передвижения по Сингапуру. Кстати, отличная альтернатива маршруткам по 7 гривен. Будем с нетерпением ждать таких на улицах Одессы. Хотя, кого я обманываю? Сейчас вопрос к водителям. Часто ли, управляя автомобилем, вы отвлекаетесь на вывески или рекламные щиты? Думаю, что часто. Что, конечно же, неправильно, потому что следить нужно за дорогой и соблюдать дистанцию. А представьте, что будет, когда в Украине появятся цифровые автономера, на которых кроме, собственно, регистрационного номера авто, можно будет размещать логотип любимой команды или другую информацию. К счастью или к сожалению, такое нововведение пока есть только в двух штатах США. А как это работает, расскажем в сюжете. В век цифровых технологий человек стремится к тому, чтобы сделать максимально функциональными даже такие простые вещи, как автомобильные номерные знаки. Инженеры и дизайнеры компании Reviewer Auto предложили свое видение автомобильных номеров будущего, которое пришлось по душе правительству США. Уже в этом году владельцы автомобилей из штатов Калифорния и Аризона получат первую партию из 100 тысяч совершенно новых цифровых номеров. Инновационные номерные знаки получили название R-Plate Pro и представляют собой небольшой защищенный от внешних воздействий и неблагоприятных погодных условий дисплей, который крепится к автомобилю точно так же, как обычные номерные знаки. Дисплей этот можно подключить к интернету при помощи официального браузера R-Connect, после чего на него можно выводить не только сам регистрационный номер автомобиля, но и любую другую полезную информацию. Поверхность дисплея выполнена из отражающего материала, который хорошо виден при любых погодных условиях. Монохромный дисплей R-Plate Pro не требует питания для отображения статичного изображения, поэтому расходует энергию встроенного аккумулятора лишь в моменты связи с интернетом или же при смене одного изображения другим. Создатели цифрового номера уверены, что благодаря ему жизнь автовладельцев станет ощутимо проще. Во-первых, номер оборудован системой защиты от воров, что избавит вас от лишних переживаний и хлопот. На платных стоянках номер сможет отображать оставшееся оплаченное время. На номере будет отображаться любая информация на выбор владельца автомобиля, например, логотип любимой спортивной команды или тот факт, что он поддерживает организацию Красный Крест. Что бы они там на Западе себе не придумали, писать оставшееся время парковки и так далее, когда цифровые номера появятся в Одессе, на них точно будут размещать рекламу. Морские прогулки, например, или сдам жилье у моря. На этом пока все. Спасибо, что смотрели и слушали. В следующий раз автоновости будут другими, но тоже интересными. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!